Несчастный случай на работе Не удается избежать смерти людей по болезни на рабочем месте Умерли два человека Должен я обратить внимание работодателям, что надо, чтобы таких случаев не было Все-таки больше внимания уделять состоянию работников, здоровью работников Надо произвести эти проверки Сейчас были изменения в законе, сейчас каждый год не надо Это зависит от рискового фактора на рабочем месте Сейчас можно и один раз в году, или один раз в три года Как известно, истина находится посередине В несчастных случаях повинны как работодатели, так и работники Первые не всегда заботятся о безопасности труда и обучении персонала А вторые зачастую пренебрегают мерами предосторожности и инструкций Были изменения в законе Паранелая мозгодиумизма, конечно, ну, сказать Теперь отмечу, что работодатели знали, что если происходят несчастные случаи Тяжелые или смертельные, да и легкие дорожно-транспортные Если раньше это расследовала специальная комиссия в составе трудовой инспекции То сейчас эти случаи расследует сам работодатель И эти акты он приносит к нам, мы регистрируем В этом году претерпели изменения законодательные акты Речь, в частности, идет о продолжительности болезни Если работник непрерывно болеет 6 и более месяцев То его можно уволить по состоянию здоровья Но при соблюдении нескольких условий Они касаются сроков увольнения и среднего размера зарплаты Это и вступило силу только с 25 марта этого года То есть 25 марта плюс 6 месяцев То некоторые работодатели говорят, что он уже болеет у меня с январа месяца Или с прошлого года, вот уже прошло 6 месяцев И могу я уволить, примерно работник болеет с январа месяца В июне может или не может 6 месяцев прошли Нет, отсчет считается с 25 марта 25 марта плюс 6 месяцев И многие задают вопросы Как определить средний, ну когда при увольнении Средний месяц заработок Ну некоторые работодатели, в том числе и государственные Ну неправильно определяют Ну конкретный пример Если работник из 6 месяцев только 1 месяц работал Остальное был на больничном или там в отпуске был То средний заработок определяется из этого 1 месяца А в никаком случае 1 месяц заработок делится на 6 Это делится на 6, если работник отработал полностью 6 месяцев Если работник не работал по состоянию здоровья Ну вожительные причины целый год То ему определяют от минимальной государственной То есть 180 Это было до изменений в законе, как я уже говорил, до 25 марта Потому что сейчас работник болеет только 6 месяцев Бывает так, что увольнение невозможно, поскольку работодатель вне зоны досягаемости В этом случае работнику надлежит обратиться с письменным заявлением в службу госдоходов Без решения СГД он не сможет уволиться и встать на учет в агентство занятости Субтитры создавал DimaTorzok